В Кировской области ввели масочный режим, теперь население обязано носить средства индивидуальной защиты. Время действия нового ограничения по 31 мая. Что это значит, где необходимо носить маски и многие ли это делают, расскажет Елена Чехомова. Теперь это не просьба и не рекомендация. Носить маски. Теперь обязательства для всех кировчан. Где? Во всех общественных местах. Это прописано в постановлении правительства Кировской области. Цитата. Гражданам в обязательном порядке использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Маски, респираторы при нахождении в местах общего пользования. Но все ли знают об этом? У Мясников сказал, что не обязательно. Но то, что сделали обязательным, этого я еще не видела. К тому же у всех разные аргументы и понимание ситуации. Потому что я сейчас домой все уже. Карантин, ай, все, ладно, я понял, это вот зря у кого-то нашли. За новостями, за эпидемией не особо слежу. Живу, как жил. Мы нос мажем, мажем. Да мне как-то по барабану. Что касается продуктовых магазинов, продавцы в масках повсеместно. Все хотят работать и не хотят проблем. А вот покупатели 50 на 50. Как относитесь к тому, что сейчас масочный режим сделали обязательно? Отвратительно. Давно пора. Дышать нечем будет скоро. В маске целый день продавец белья Елена. 26 лет в торговле. Говорит, только разрешили работать. Готова на любые условия. Маски так маски. Без проблем. Только никого вокруг нет. Потому что у народа тоже нет денег. Пока кто-то закрыл бизнес, съехал, другие стараются выполнять все требования безукоризненно. В этом магазине без маски только манекены. Хоть объявление о входе, о необходимости защитного средства, кого-то пугает, но другие зайдут и попадут на мастер-класс. Складываем и под схемки, пополам и вдоль. Пополам и вдоль. И все. И сделаем вот такой надрез. То есть покупатель рулончик берет своими руками. Все. Я ножницами разрезаю. И все. Пожалуйста. Вот вам получается вот такая вот масочка. Когда не работали полтора месяца, говорят в магазине, сейчас готовы на все. А покупатели с пониманием, но без желания. Очень плохо. Не нравится? Нет. Но тем не менее соблюдаете. Ну, так понятно. Отрицательно. Не нравится? Нет. Но тем не менее соблюдаете. Не пускают без маски в магазин. Государство заботится о нас. Единственное, чтобы маски выдавали хотя бы своим людям. Когда не хочется, но надо, в ОВД напоминают, что ходить без маски в общественном месте – административное правонарушение. За данное правонарушение для граждан предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 1 тысячи до 30 тысяч рублей. Еще сообщают, что в области составлено уже более 600 протоколов о нарушениях, связанных с ситуацией с коронавирусом. А обязанность носить маски продлили до конца мая. Тогда за маской пойду. Если это так на самом деле, она у меня с собой. Елена Чехомова, Александр Нестеров, Бюро новостей Дайвича.